МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мужчина сильно превысил допустимую скорость и не справился с управлением на мокрой дороге. Незамедлительно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для проведения необходимых процессуальных действий. На рядом ДПС осудены распределительные регулировочные действия. Аварийно-спасательными службами осудена эвакуация пострадавших и погибших в ДТП. По факту произошедшего проводится проверка. В Омске продолжают решать проблемы 95 дочек, которые внесли свои средства на возведение домов неподалеку от телецентра. Как сообщает пресс-служба областного Минстроя, на предложение альтернативных вариантов квартир в полной или высокой степени готовности в домах других застройщиков согласились порядка 40 человек. Кроме того, застройщик ведет переговоры с банком ВТБ-24 о решении вопросов дочек, взявших ипотечный кредит. Вместе с тем, компания-застройщик договаривается с омскими застройщиками по вопросу совместного освоения, принадлежащей ей строительной площадке. Компании также удалось погасить задолженность перед всеми ресурсоснабжающими организациями, кроме Омского водоканала. Госдума приняла во втором основном чтении законопроект, повышающий пенсионный возраст государственных и муниципальных служащих, передает ТАСС, и закон начнет действовать с 1 января 2017 года. Новые нормы коснутся государственных и гражданских служащих, муниципальных служащих, а также лиц, занимающих государственные должности России, государственные должности регионов и муниципальные должности на постоянной основе. Закон предусматривает постепенное ежегодно по полгода увеличение до 65 лет у госслужащих мужчин и до 63 лет у госслужащих женщин возрастом, дающего право на назначение и выплату страховой пенсии по старости. Полномочий Новомской области по правам человека Виктор Лохичев в 2015 году зафиксировал дократный рост количества жалоб граждан на условно-бесплатную медицину. Как сообщается, только за 9 месяцев прошлого года рост документально зафиксированных обращений граждан, возмущенных взиманием денежных средств за медицинскую помощь по программам обязательного медицинского страхования, составил 109%. Если в 2014 году таких обращений было 406, то в 2015 году уже 850. Почти вдвое увеличилось количество жалоб на платные медицинские услуги. По темпам роста количество жалоб лидирует Омский район и Силикульский, Калачинский, Москаленский, Муромсовский и Тюкаленский. И в продолжении темы. В Омской области по-прежнему наблюдается острый дефицит медицинских кадров, что сказывается на качестве обслуживания населения. По словам экспертов, наиболее востребованными на сегодняшний день являются специалисты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, причем как в городе, так и на селе. Например, только в городских поликлиниках номер 10, 15, медсанчастью номер 7, Черлакской и Называевской центральных районных больницах открыты 32 вакансии врачей-терапевтов. В детской городской больнице номер 4 и детской городской поликлинике номер 7 не хватает по 7 врачей-педиатров. Долгое время в городских больницах номер 17 и 9 не могут найти врачей общей практики, а в десятках фельдшерско-акушерских пунктов по всей области их фельдшеров. В Омске по официальным данным около 6 тысяч наркозависимых. Обстановка с распространением запрещенных веществ оценивается как напряженно-стабильная. Специалисты отмечают, что наркоманы переходят на психоактивные вещества, преимущественно синтетического ряда. За прошлый год правоохранительными органами из незаконного оборота было изъято около 90 килограммов синтетики. Накануне в региональном центре по связям с общественностью состоялась презентация Ассоциации реабилитационных центров Содружества и ее Омского отделения. Наша ассоциация работает более 4 лет. В Омске она представлена полгода. В Омске это 5 организаций, под эгидой которых работает 8 реабилитационных центров. И одновременно в наших реабилитационных центрах проходит реабилитацию более 300 человек. Соответственно мы ведем очень много социальной деятельности, мы ведем деятельность в сфере повышения профессионального уровня наших работников реабилитационных центров. С этой деятельностью мы сегодня и будем ознакомливать общественность. Также наметим уже ряд проектов, которые существуют, ознакомим людей и наметим вектор сотрудничества с госструктурами. Основная задача профилактика наркомании и алкоголизма – повышение качества помощи зависимым людям. От лекции о здоровом образе жизни для детей до взаимодействия с общественными организациями. По оценкам экспертов, снизить темпы наркотизации в области вполне реально. В Омске проходит очень большая работа по усовершенствованию и программ реабилитации, и по усовершенствованию именно профессионализма того кадрового состава, который находится внутри реабилитационного процесса. Это очень важно. Очень хорошо то, что идет взаимодействие со всеми структурами власти, которая тем или иным образом связана с проблемами наркотизации нашего общества. Мы на данный момент подготавливаемся, я думаю, к таким очень ключевым и важным моментам, когда процесс реабилитации будет упорядочен, будет комплексным, будет в совместном сотрудничестве с государственными структурами. 22 апреля в честь 146-й годовщины со дня рождения Владимира Ленина омские коммунисты России почтили память вождя мирового пролетариата, возложив цветы к его монументу в центре города. Там же состоялся торжественный митинг. Этот день коммунисты называют одним из главных своих праздников, придавая ему особое значение. В руках у пришедших на митинг цветы и флаги красного цвета. 146 лет назад родился выдающийся российский политический и государственный деятель, основатель коммунистической партии и советского государства. Самого справедливого в мире государства, в основе которого был человек труда. Сегодня этого государства нет. Оно разрушено, оно разворовано и растащено по кускам буржуями, севшими на шею трудовому народу России. Участники митинга потребовали от властей города и области на законодательном уровне защитить народную память о Ленине и Сталине, рассмотреть на заседании законодательного собрания Омской области и введение уголовной ответственности за клевету на советский период в истории России, за очернение всеславной тысячелетней истории нашего государства. Омскстат подсчитал, что 13% жителей Омской области используют интернет для заказа товаров и услуг, причем интернет покупки примерно одинаково распространены и в городе, и в муниципальных районах. Еще больше омичей, 42% опрошенных, используют интернет для получения государственных и муниципальных услуг, однако их качеством удовлетворены только чуть больше половины. В целом интернетом пользуются 77% респондентов, больше трети опрошенных, 38% выходят в интернет с мобильного телефона или смартфона, а еще почти четверть, 23% через Wi-Fi. Для развлечений, для покупок, для всего этого, для государственных услуг тоже используют. Последний раз по интернету я покупал чехол для телефона. И для покупок, и для развлечений. Через телефон мне удобно. Интернет, конечно, нужен для связи с друзьями, для общения, для поиска какой-то информации. Через Wi-Fi, через интернет я получаю доступ, в основном через телефон. Интернетом пользуемся ежедневно, для общения, для выбора покупок. Используем Wi-Fi в основном, фильмы смотрим. Больше мы входим в интернет через компьютер и планшет. Я больше всего интернет использую для работы, то есть это в основном через компьютер. И каким образом? Ну, Wi-Fi у меня сделан дома. Компанию владельца ресторана «Малибу» пытаются обанкротить. В арбитражный суд Томской области поступило заявление компании «Русавтотранс» о признании банкротом фирмы «Московские рестораны». Какова точная сумма задолженности, пока неизвестно, но, как ранее сообщалось, в январе арбитраж удовлетворил иск «Русавтотранса», обязав «Московские рестораны» выплатить около 4 миллионов рублей за должности. Согласно материалам дела, арендатор «Московские рестораны» с 1 апреля 2014 года по 1 июня 2015 года не платил за аренду здания, в котором находится ресторан «Малибу». 19 апреля апелляционная инстанция оставила январское решение в селе. Амичам, привыкшим к необычному по апрельским меркам теплу, придется надеть куртки и прихватить с собой зонтики. По данным открытых интернет-источников, в последние недели апреля будет дождливый, а столбик термометра не поднимется выше 15-17 градусов. В период с 25 по 29 апреля Средняя дневная температура составит от плюс 12 до плюс 16 градусов. Ночью будет от плюс 4 до плюс 8 градусов. По северным районам, возможно, заморозки. Дожди будут преимущественно не сильными и непродолжительными, но пройдут в течение всего периода. Небольшое потепление до плюс 18 градусов ожидается с 30 апреля. Тогда же прекратятся и дожди. Добавим, вторая декада апреля побила все температурные рекорды. Воздух прогревался до плюс 26 градусов, что почти на 15 градусов выше нормы. Следите за новостями на нашем канале.